МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажите, что же такое организация «Динамо», что это за общество такое, чем она занимается в Ненецком округе? Ну, Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» на территории Российской Федерации уже создано более 90 лет, потому что в 2013 году она отметила свое 90-летие. Мы совсем новички в этом, в «Динамовском движении», потому что в 2015 году мы так осоздались, и на территории Ненецкого Татонного округа появилась Ненецкая региональная общественная организация общества «Динамо». Никогда в округе раньше не было организации общества «Динамо». А вот когда вступали, вы знаете, чем занимается общество, какие у нее цели, задачи, чем нужно вообще будет в округе у нас заниматься и популяризировать? Что? Нет, ну это естественно, если физкультурно-спортивное общество, это естественно популяризация видов спорта, это здоровый образ жизни и привлечение молодежи, чтобы они все занимались спортом. И, конечно, мне немножко было это все знакомо, потому что я на протяжении 6 лет, работав в должности старшего инспектора по работе, по профподготовке в отделе по работе с лечащим составом, занималась именно физкультурной работой уже только с сотрудниками ОМВД. Но с предложенными должностью заместителя, председателя Ненецкого регионального общества «Динамо» я уже сейчас занимаюсь спортом не только с сотрудниками, а с теми организациями, которые вступили в общество «Динамо». И у нас, конечно, очень много своих каких-то, может быть, трудностей, потому что мы недавно, совсем год, но у нас есть какие-то показатели, потому что мы стараемся привлекать и администрацию Ненецкого автономного, тесно работаем с департаментом образования, культуры и спорта, потому что получается, что у нас нету своего ни клуба, ни стадиона, ни тира, где мы могли проводить более масштабные мероприятия, более частые мероприятия проводить и для сотрудников, и для граждан, кто вступил в общество «Динамо», нашу Ненецкую организацию, и также для членов детей, членов этой организации, и также для детей, которые в трудном положении получаются. Мы тесно работаем с детским домом, чтобы детей привлекать тоже к нашим мероприятиям. Но в связи с тем, что у нас пока ничего нет, мы так стараемся выходить из положения. А какие мероприятия проводятся? Что это за мероприятия? И как часто? Ну, мы стараемся как-то раз вроде месяц организовать какие-то мероприятия. Вот у нас, например, с 1 февраля 2017 года начинается чемпионат среди коллектива физической культуры Ненецкой региональной организации «Общество «Динамо» с приглашением команды детского дома и команды воинских частей города. Получается, в чемпионате у нас будут участвовать 8 команд, которые у нас будут проходить в старте, вот на Меншиково, на спорткомплексе. То есть каждый месяц что-то проводится? Что там, да, мы стараемся что-то проводить, потому что мы принимаем участие. Естественно, нам лыжню, например, нам не провести, потому что это же так много участников будет участвовать. Мы стараемся, раз проводится у нас лыжня 2017-2016 проводилась, получается, что наша команда «Динамо» участвует и в этих мероприятиях, в чемпионатах, просто уже мы приурочиваем свое мероприятие с мероприятием, которое проводится в округе. И вот у нас есть, всегда у нас, постараемся мы как-то занимать призовые места, потому что команда участвует и в чемпионатах по волейболу и по мини-футболу в округе, где занимаем призовые места. И также вот, например, на лыжне у нас есть свои спортсмены, которые также приносят призовые места и медали наше общество. То есть члены вашего общества, они вот под общим таким названием команды «Динамо» выступают на каких-то, может быть, региональных соревнованиях? А сколько членов вот в этом обществе? Сколько организаций сейчас на данный момент? Ну вот организаций вот на конец 2016 года у нас было 5 организаций. Но сейчас, правда, уступила еще одна организация, это организация «Студент». Это вступил в Ненецкий социально-гуманитарный колледж имени Выучейского, студенты, которые учатся на физкультурном факультете. Вот они тоже вступили в общество «Динамо» буквально где-то неделю назад. А так на конец 2016 года у нас было 5 организаций. Это ОМВД России по Ненецк-автономному округу, затем, значит, главное управление МЧС России, отдел службы судебных приставов, затем отдел федеральных войск нацгвардии и в нашу вступила организация «Суды Ненецк-автономного округа». Получается, из этих организаций самые спортивные, самые активные участвуют в каких-то мероприятиях? Или это в обязательном порядке все участвуют? Нет, нет, нет. Это команда, если мы проводим какие-то мероприятия, мы, естественно, собираемся с представителями команды, обсуждаем, как мы будем проводить, и кто желает, пожалуйста, приходит и участвует. Если бы команда, например, на суд не выставила, на футбол, потому что 7 человек набрать, это действительно многовато может быть. И вот они просто отказались от этого мероприятия, они просто не будут участвовать, например, в следующем мероприятии, на стольном теннисе, они будут свою команду выставить, потому что они все же занимаются вот именно волейболом или, например, мини-футболом. А кто может стать участником этого общества, это региональная организация? Получается, любая организация округа может вступить вот в общество «Динамо». Да, может и организация вступить, может и просто граждане, которые в возрасте после 18 лет могут написать заявление о вступлении. Мы сразу выдаем членскую книжку, надо будет фотографию с Д3 на 4, и заплатить. И один раз в год мы платим членский взнос. Это вот для гражданских у нас составляет 200 рублей, для офицерского состава, кто на погонах, составляет 300 рублей, и сержантский состав тоже 200 рублей. И плюс вступительный взнос, чтобы получить членский билет и значок общества «Динамо». Тут еще 50 рублей, но он платится один раз в год. Членский взнос платится один раз в год, а вступительный 50 рублей вообще один раз. А кто занимается разработкой этого плана мероприятий? Это же нужно придумать, собрать, скоординировать. Это все вы этим занимаетесь? Ну, план я вот обычно составляю, и мы обсуждаем на совете, которые входят в организации, представители всех организаций, которые вступили в общество. И представители всех спортивных учреждений, которые находятся в городе. И мы несовместно уже собираемся, обсуждаем каждое мероприятие, которое мы можем, чтобы не совпало, что мероприятие идет в округе, и наши мероприятия. И уже обсуждаем, и этот план утверждаем на совете. Вот вы уже упомянули о том, что у вас как бы нет своей базы, какой-то инфраструктуры. Вот как вы укручиваетесь, выходитесь в положение, арендуете какие-то залы спортивные? Ну да, вот это очень хорошо, что мы тесно общаемся со всеми спортивными, с руководителем всех спортивных организаций, и просто-напросто руководители идут нам на уступки, что мы, например, делаем заявочку, что просим предоставить нам зал для проведения, например, такого-то мероприятия. И вот, в принципе, нам еще никто не отказывал, и мы проводим. В принципе, у нас так все хорошо, весело проходит. Всегда как-то стараешься что-то придумать, чтобы и народу было интереснее, и вот когда детские мероприятия проводятся, чтобы как-то было интереснее. Потому что вы сами знаете, что у нас полярная ночь идёт, все как-то стараются вроде как спать, а летом опять все стараются в отпусках уехать. Как-то, чтобы более живо было, мы как-то вот стараемся проводить, продумываем каждую прямо. Вот эстафету мы проводили, весёлый старт, мы продумывали каждую эстафету, чтобы интереснее было и детям участвовать, и также болельщикам, которые приходили смотреть. А принимаете опыт других регионов, других региональных организаций Динамо? Да, конечно, поначалу вообще очень часто и звонила, и меня консультировали, потому что нового было вообще создать очень было тяжело, потому что мы же должны как отдельная организация, и зарегистрировался Минюсте при Архангельской области получить своё АГРН и свидетельство о государственной регистрации, и зарегистрировался в налоговой инспекции, я постоянно звонила. А сейчас, ну, в принципе, у нас вот хорошо мне помогает Архангельский общество Динамо города Архангельска, и вот такие вот сотрудники, которые можно позвонить, и они подскажут, как правильно сделать, потому что иногда просто не то, что там организовать какое-то спортивное мероприятие, это просто вот там с отчётами, там по бухгалтерской линии получается, что вот я просто вот одна штатная единица, вот общество Динамо я пока одна, и вот пока нет у меня даже председателя, я думаю, что вот сейчас вот у нас в апреле состоится конференция в Москве, может, какое же примут решение в Центральном Совете, что кто будет председателем. Если из гражданского, например, можно будет кого-то выбрать, то я предложу быть, кого-то может быть предложим из председателей, из руководителей спортивных обществ наших. Если кто-то должен быть на погонах, то, естественно, может быть предложена должность начальника ОМВД России, предложность председателя Линейской оригинальной общественной организации общества Динамо. А так, пока я одна, так мне, конечно, иногда сложновато. А вот когда все эти мероприятия проводятся, есть какие-то, может быть, кубки, медальщики? Да, да, конечно, мы покупаем и кубки, и медали. И вот, например, у нас чемпионат по мини-футболу проводится уже второй раз. Мы в прошлый год его проводили под динамовским флагом, динамовским кубок, и кубок купили уже у нас переходящий. То есть уже такое традиционное, ежегодное мероприятие. Да, да, вот у нас в прошлый год главное, первое место заняло главное управление МЧС РСИЛЬ. Вот первого числа они вот открывают это мероприятие, чемпионат, и кто победит, а может быть сильнее. Я говорю, 8 команд выставилось. Я думаю, что все пройдет у нас очень весело и на высшем уровне. А как-то предлагаете организациям вот округа вступить в это общество? Ну да, вот мы сейчас работаем, у меня идет работа с налоговой инспекцией. Вот мы встречались уже с руководителем, я ей предложила вступить вот на данный момент. Они, представитель был нашей конференции, которая проходила 22 декабря. Я за год отчитывала, сколько у нас мероприятий проведены, и принимали мы план календаря на 17-й год. И вот представитель присутствовал, и вот я думаю, что сейчас вот они примут решение, и я также перейду в организацию и расскажу им. Надеюсь, у нас еще будет она организация. Получается, на сегодняшний у меня их 6. И членов у меня получается, которые вступили, 410 человек. Хотя вот 15-й год мы закрыли, год у нас было 304. Так что я думаю, что мы работаем. 100 человек в год вступило, я думаю, это тоже показатель какой-то в работе. А предел какой-то есть или не важно, сколько будет в организации? Потому что даже вот всероссийские соревнования, которые проводятся по Динамовской линии уже по всей России, там нет возрастов, там просто, что группы, вот мы в третьей группе по распределению, по штатной численности населения. И можно участвовать в любом. Вот самое главное, чтобы он был спортсмен и старался, какие-то результаты достигал свои спортивные. То есть можно выезжать за пределы региона и участвовать в каких-то всероссийских мероприятиях. Есть такая практика? Нет, вот мы еще ни разу не ездили, потому что у нас получается, что мы живем за чем-то только членских износов, которых мы собрали. То есть нужна какая-то поддержка. Да. Вот мы в этом году собрали 100 тысяч. Вы сами понимаете, провести одно мероприятие, это где-то у меня уходит 1010 уже на одно мероприятие, потому что кубки и медали, это все и дипломы, это все же деньги. Даже стараешься, если, например, детские какие-то мероприятия, что-то подарить детям, хотя бы там по шоколадке, она тоже у нас стоит 50 рублей. Ну вот, чтобы командам не было обидно, естественно, шоколадки покупаешь уже всем детям, кто участвовал. И поэтому куда-то вывести команду, это у нас получается очень дорого. Вот мы сейчас тоже прорабатываются вопросы администрации. У нас сейчас заключено в октябре месяце, я заключила соглашение с Департаментом образования, культуры и спорта, чтобы они помогали нам в проведении каких-то спортивных мероприятий на территории округа. Ну вот, как-то вот надо тоже решать вопрос, чтобы какие-то деньги, может, нам выделялись хотя бы на выезд команды, потому что мероприятий проводятся по всей российской очень много. Там и детских, и дзюдо, и тэквондо, и вообще вот легкая атлетика очень много, независимо только что, когда вот спортсмены участвуют только вот что. Я понимаю, там какие-то спортивные мероприятия, которые, например, вот стрельба, и в них участвуют только, может, сотрудники. Это главное управление МЧС, например, допустим, ФСБ и управление МВД России. А вот такие, как Лыжи, там, Самбо и там другие мероприятия, мы же можем участвовать уже от округа, чтобы наши знали, что Ненецкий округ только существует город Наринмар, и такая организация у нас работает. Но пока вот мы никуда не ездили, потому что у нас нету таких денег. То есть нужно искать какую-то спонсорскую помощь, может быть, организации каких-то, да? Потому что наши-то сотрудники МЧС и управление может ездить хоть за командировочные. А чтобы вывезти, например, вот сейчас вот в Живске мы собирались вроде бы ехать на лыжные гонки, но у нас тоже почему-то не получилось, потому что в последний момент уже отказались, потому что не нашли денег. И чтобы вывезти даже спортсменов, лыжников, которых у нас, наверное, Наринмар ведь очень много, вы сами знаете, что мы могли бы занять хотя бы, ну, пусть не призовое место, но в пятерку мы бы точно вошли, я так думаю. Конечно. Но опять мы никуда не уехали, так как просто-напросто мы не нашли таких денег. Чтобы надо на проживание же гражданское найти деньги и на питание, и это где-то в пределах мы посчитали, где-то 40 тысяч, 50 тысяч. Хотя наши вот сотрудники могли бы выехать. Ну, выставлять команду, так, ехать с двумя сотрудниками, это тоже нет смысла выставлять команду, хотя бы чтобы человек пять было. Поэтому вот я надеялась даже сейчас попасть в ЖЭС, показать вот все-таки свою команду, но, увы, ничего не получалось. Ничего, все впереди еще. Давайте подробнее поговорим о плане вот на этот год мероприятий. Что вот в ближайшее время такого интересного произойдет? Ну, вот сейчас вот мы провели студенческий десант. Это самое. Вчера у нас было награждение под нашим динамовским девизом. Ну, вот мы вручили кубок детям, студентам, которые победили. Вот сейчас у нас проходит чемпионат по мини-футболу, затем у нас запланирован плавание, которое мы проводили, затем волейбол. И вот новые мероприятия, которые мы запланировали в этом году, не знаю, как они у нас пройдут, я думаю, что привлечемый народ. У нас три новых соревнования, это по настольному теннису, мы запланировали потом, по гиревому спорту гири, и рукопашный бой, соревнования по рукопашному бою. Так как у нас работает секция, ведет ее старший полумодчинный нашего управления ОМВД России, два раза в неделю занимаются, вот кто вступил в общество «Динамо», рукопашным боем. Мы хотим, чтобы они, как место хотя бы соревнования пока провести, а потом, если хорошо получится, то выставить их на Россию хотя бы, потому что они все-таки сотрудники, они могут лететь по командировочным. А где занимаются они? Вот секция где проходит? Секция проходит в старте на факеле. А вот вы уже упоминали о том, что вы шесть лет занимались физической подготовкой сотрудников. Вот сами принимаете участие в каких-то мероприятиях, как участник, спортсмен? Нет, сейчас уже не принимаю, наверное, уже и возраст, и что-то какие-то болячки появились. А так я, да, я в юности занималась и волейболом, и баскетболом, и лыжами. Сейчас чисто как любитель могу поиграть, а так, чтобы команду выставить, уже нет. А я вот хочу по поводу сотрудников все-таки управления поговорить. Для них физическая подготовка это одно из самых важных, что может быть. И вот вы активно, конечно, и занимаетесь. Много спортсменов среди сотрудников ОМВД, тех, кто реально занимается? Кто-то там хорошо лыжами, кто-то там еще чем-то. Ну да, у нас есть. У нас есть и лыжники, у нас есть команда по мини-футболу, которая выставляется и на чемпионаты. И мы занимаем тоже, когда второе, когда третье место, это команда также есть, которая занимается волейболом. Это уже костяк, можно сказать, который постоянно. Затем у нас есть ребята, которые занимаются и самбо, и рукопашным боем, как я вот уже сказала. Ну и, наверное, пока... Ну а там уже любители, что вот плавают, например, но мы еще их никуда не... так вот выставлялись, проводили, то есть мероприятие по соревнованию, по плаванию. Ну и первое место сняла команда управления. Они, получается, что все три места взяли у нас и в личном, и в Спартаке, и в эстафете. А вот вы говорили еще, что много детских мероприятий проводится. Это дети членов этого общества? Или это просто... Вы занимаетесь какими-то, может быть... Да, пока мероприятия мы проводим только для детей членов общества «Динамо». Но вот я говорю, что мы тесно работаем с трудными подростками. Это вот у нас в каждом почти мероприятии, вот как и сейчас, вот в мини-футболе, участвует команда детского дома «Энши», как вот раньше, потому что там взрослые ребятки. И также, например, мы проводили в апреле веселые старты и приглашали команду маленьких детей вот пяти лет детского дома. Они тоже с удовольствием у нас участвовали. Мы приглашаем всегда на такие мероприятия, на детские. Вот у нас и Галина Брониславовна Медведева уже была, Галушина Римма Федоровна была. Как жюри просто мы их приглашаем, чтобы они вот уже посмотрели, что организация работает и сделали тоже свои выводы, что нам как-то надо немножко помочь. Получается, сколько уже организации времени? Она была создана в прошлом году или позапрошлом? В 15-м году мы с вами. В 15-м году. То есть в этом году уже ей будет два года? Да, вот сейчас вот в июне месяце будет два года, да. Вот за два года какой вы можете дать оценку работе организации? За два года проделана огромная работа? Ну, я думаю, что да, потому что все-таки, когда мы начинали, у нас было три вступивших организаций. Это ОМВД, судебные приставы и главное управление МЧС, потому что силовые. А получается, к концу 2016 года я началась, у нас уже шесть. Получается, за два года уже вступило три еще организации. и также по членам общества «Динамо» было 304, как я сказала, и сейчас уже 410. Это я еще не считаю социально-коммунитарный колледж, который вот мне еще заявления ребята принесут, отлучатся, но человек 430 уже будет вот к концу, например, января 2017 года. Любой человек может вступить, мы никому не отказываем, потому что чем больше будет народу, тем у нас больше проходить будут интереснее и сами мероприятия, потому что вот где-то, например, организовать какие-то, например, волейбол, у нас только получается только шесть команд. А если, например, вступили бы какие-нибудь организации больше, то у нас уже было, например, очень многие занимаются спортом, я знаю, что и аэропорт снимает, например, зал сходит в Кармановку, в старт, и там еще организации какие-то, которые хотят участвовать просто даже в мероприятиях, потому что получается, что у нас с вами жизнь такая, что работа и дом, а там не каждый же может команду выставить на какие-то чемпионаты округа, потому что там же действительно уже играют ребята, которые профессионально занимаются, а у нас вроде как получается, если мы проводим свои соревнования, уже участвуют просто организации, которые могут попробовать себя в таком или другом виде спорта и также принимать участие, ну и занимать какие-то достойные места. Пусть сначала не получится, но стремиться к лучшему. Также мы предоставляем, нам предоставили зал, в субботу мы занимаемся с 20 часов в старте на, в Кармановке нам предоставил директор, по ним Николай Дмитриевич, вот все члены общества «Динамо» там занимаются бесплатно, все-таки день-час, но можно поиграть там и в футбол, и в воле, и в воле. Также тренажерный зал работает для женского пола. А, кстати, вот не сдавали нормы ГТО всем своим обществом? Нормы ГТО пока еще не сдавали, но у нас сейчас вот идет очень много документации, центральное сообщество «Динамо», что все-таки, наверное, летом мы договоримся со стадионом города Наринмара и примем какие-то... То есть так массово пойдете сдавать? Пойдем сдавать, да. Как вступить? Куда принести заявление? Куда позвонить, обратиться? Как организации или любому физическому лицу? Ну, или организации, или физическому лицу меня можно пригласить. Я просто приду, выступлю, расскажу все мероприятия, которые мы проводим. По телефончику у меня 4-69-62. Я нахожусь, кабинет у меня находится в здании ОМВД России по Ненецкому автономному округу, в Учисково-15. Можно позвонить, договориться и просто написать заявление, принести фотографию 3х4, и членский износ получается. Если гражданский, то 250 рублей. И все. И вот еще, правда, хочу сказать, что у нас второй год проводится Всероссийская дети, то есть общеобразовательная школа у нас участвует в Всероссийской патриотическом слете «Динамо детям России», которая проводится в детском спортивном центре, ой, нет, что-то путаю, в детском центре смена гуратанапа, потому что дорога оплачивается за счет родителей, а вся путевка стоимостью 200 тысяч это уже оплачивает общество «Динамо». И у нас первый год ездил кадетский класс, дети с кадетского класса в 5 человек. Это в прошлом году. Да. А вот сейчас, в 16-м году, мы уже отправили 10 человек, и они у нас заняли первое место лауреаты, таланты «Динамо». Привезли диплом детей. И вот второй год у нас тоже работает «Динамо» с «Кадетомороз». Мы поздравляем, ездим детей, членов общества «Динамо» с праздниками. Ну, подарок покупают, естественно, родители нам. Мы уже сладкие подарки дарим от общества «Динамо». То есть такая у вас не только спортивная, но и активная? Да, стараемся как-то немножко активно, да, что вот как-то ну, может быть, чтобы люди вступали, чтобы люди видели, что мы не просто там какие-то спортивные мероприятия проводим, но еще так просто живем жизнью города и праздников наших. А у вас есть атрибутиков, флаги, какие-то? Да, да, да. У нас есть динамовский флаг, который мы поднимаем. Вот он на Лыжню в России в 2016 был поднят вместе с российским флагом. И также мы поднимаем на все мероприятия у нас есть флаг, да, свой. Динамовский флаг, мы поднимаем его. То есть нет предела. То есть сейчас у вас уже идет количество человек, сколько вы еще раз повторяете? 410. 410. То есть нет предела, могут вступать кто угодно и заниматься спортом вместе. Да, и может быть, чем больше народу, может кто-то предложит какое-то еще мероприятие провести, чтобы у нас, потому что у нас более такие, что мы пока работаем, получается, что там футбол, волейбол, там вот это, ну, сейчас проведем гири там с рукопашным боем, может кто-нибудь будет организация вступать и предложит там, например, еще какие-то мероприятия. Мы, кстати, в Дню пожилого человека проводили соревнования по шашкам. Мы предлагали, приглашали своих ветеранов в МВД, ну, вот они с нами сотрудниками играли в шашки и как турнир мы провели, а потом пили вместе чай. А, кстати, вот когда проходят мероприятия, должны же быть все равно какие-то судьи, тренеры, как вы со стороны привлекаете или обходитесь вот членами своего общества? Ну, вот сейчас чемпионат проводим, обходим себя своими силами, а так привлекаем у нас, судит, сейчас волейбол проводили, судил, Чупров Юрий Иванович, который непосредственно работает тренером по волейболу, а так нам судил, в прошлом году насудил Русгин Игорь Николаевич, председатель Федерации футбола Нинско-автономного круга. Ну, в принципе, они вот так соглашаются, приходят, нам помогают уже. При безвозмездной основе. При безвозмездной основе, да, конечно, потому что мы, говорю, денег у нас совсем мало, если мы будем одно мероприятие проведем, так шикарно, у нас потом ничего вообще не останется. А Новый год шикарно, да, и хватит. В аренду заимствуйте как-то? Ну, мячи-то вот у нас есть. Если мы проводим волейбол, то нам сетку тоже дает тот зал, который нам предоставляет. А остальное, кубки, медали, награждения, то все же у нас на счет. Даже вот рамку купить, чтобы в диплом она стоит 200 рублей. Даже на ней рамки уже 2000 у нас уходит, когда награждение идет. А взносы, они установлены центральным, да? Нет, взносы мы устанавливаем. Ну, начально был взнос центрального общества, совета, а потом мы устанавливаем советы. Вот у нас было для гражданских 150 рублей, а вот сейчас вот буквально на конференции мы приняли, что для гражданских у нас мы повысили на 50 рублей. Ну, я думаю, что в 2018 года мы поднимем и взнос на офицерского состава, потому что, ну, 300 рублей это в год, тем более, заплатить это совсем, как это-то мало. И больше будет у нас возможностей, может, какие-то мероприятия проводить, может, какие-то организовывать, также выезд в лес, там какие-нибудь, может, тоже как зорница какие-то проводить. Просто, что все же получается, что в копейку выходит, у нас просто на простых и не будет уже потом, когда лето подойдет, мы уже провели столько мероприятий и там уже... А так, если будет побольше, конечно, будет уже интереснее что-то и придумывать, интереснее намного. В Турслете мы постоянно, Динамо команда, участвует. Вот в этом году команду МЧС мы выставляли вот на Турслет, и она из 22 команд заняла у нас 6 место. Так что я думаю, что мы так-то, в принципе, не сидим где-то там внизу, занимаемся призовые места везде, стараемся. Но у вас состав, наверное, сильный, столько спортсменов. Ну да, стараемся. Где-то мы по спорту выходим, а вот какие-то мероприятия, где вот, может быть, нужно там показывать, что-то придумать, мы тут уже немножко не сильны. А больше участников, спортсменов, мужчин или женщин? Ну, наверное, все-таки, я скажу, что, наверное, мужчин все-таки больше. Потому что женские, даже команду по волейболу, женщин мы не сможем выставить, потому что на данный момент у нас занимается так вот профессионально только три женщины, которые вот мы, а это команда 6 человек. Только вот пока вот мужские команды вставляем, больше мужчин. Хотя женщины у нас тоже вступают и занимаются в тренажерном зале. Вот плавание мы, плавание мы, когда устраивали, у нас обязательно было в положении описано, что женщина, одна девушка должна быть в команде, чтобы как-то рассеять мужское общество. Надежда Евгеньевна, спасибо большое за то, что вы пришли к нам в студию, рассказали. Мне кажется, что после этой программы у вас будут желающие вступить, и вы с удовольствием их примете. Да, пожалуйста, конечно, вступайте, мы никому не отказываем. И хочется еще раз огромное спасибо сказать руководителям всех спортивных организаций за предоставление, за помощь нам в предоставлении залов и вообще за любую помощь, к которой мы обращаемся. Спасибо, Надежда Евгеньевна. Удачи вам, вашему обществу, процветания. Спасибо. Это было актуальное интервью. Увидимся.